Меня зовут Хама Брут, по образованию богослов, по призванию экзорцист. Вот вы преступников ловите, а я признан в церковные ряды и бороться с нечистью. Что вам от меня нужно? Вы должны подсобить меня. Не то чтобы интересно, а жутко хочется все скорее узнать продолжение нашумевшего почти биографического детектива про молодого писаря Гоголя, поведать нам историю села Диканька, а вернее того, что там творится. Сразу понимаешь, где фантазия Николая Васильевича так разыгралась. После событий первого фильма прошло всего несколько дней, однако зрителям пришлось ждать продолжение дольше. Зато в ролях все те же актеры. Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и другие звезды отечественного кино. Изначально проект был рассчитан для показа на телевидении, но было решено попробовать запустить его на больших экранах. Удастся ли повторить или приумножить успех первой части, узнаем сегодня в кино. Мария, ты опозорила нашу семью. Ты не ведаешь, что творишь. Языди, языди, языди. Родные говорят, тобой овладел демон. Если он и есть во мне, то всегда был там. Нет в тебе никаких демонов. Вновь на больших экранах перед зрителями предстанут известные события, однако на этот раз центральным персонажем станет не Иисус из Назарета, а Мария Магдалина. Вместо того, чтобы снимать библейский эпик с размахом, британский постановщик Гард Дэвис сосредоточился на более личной истории, отношениях Иисуса и Марии. Кстати, о том, что история получилась очень личной, говорит то, что сыгравший главных героев Хуакин, Феникс и Рунимара, именно после этой картины стали встречаться. Смотрим на известную историю глазами необычной женщины уже сегодня в кино. Грандиозное здание, архитектура которого не поддается никакой логике. Коридоры, подобный лабиринтам, один запутаннее другого. Бесконечно воздвигаются новые стены. По распоряжению безутешной вдовы. Давненько, кинематографисты не радовали нас фильмами про дома-призраки. Но не вздумайте махнуть на эту картину рукой, решив, что сюжет и так ясен. Тут все гораздо запутаннее. Центральный персонаж Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет в огромнейшем особняке, который постоянно перестраивается и меняет свою внутреннюю архитектуру. В нем сотни дверей, коридоров, лестниц, многие из которых ведут прямиком в тупик. И такой шедевр вовсе не дань знаменитой фамилии, а ловушка для всех призраков, которые хотят расправиться с кланом Винчестеров. Кстати, история вполне реальная, так что на главную роль пригласили оскароносную Хелен Миррен. Сумеет ли она противостоять всем призракам, узнаем сегодня в кино. Субтитры создавал DimaTorzok